всем привет друзья пришло время открыть еще одну залежавшуюся посылочку посылка кстати очень легкая наверняка здесь также одни аксессуары давайте посмотрим здесь получается всего два набора транскит жужжа и фототравление давайте начнем с травления набора то всего два но зато каких здесь у нас ни много ни мало комплект внедорожного тюнинга для уаза для уаза буханки я уже вам показывал некоторые смоляные элементы от горький модулс и вот теперь такая здоровенная плата фототравления давайте посмотрим что здесь вот вижу номерные знаки зеркала домкрат видимо бампера какие-то противоскользящие накладки дворники какая-то мелочевка то есть здесь не просто комплект для внедорожного тюнинга здесь еще и доработка самой модели уаза брызговики судя по всему и собственно гвоздь набора это экспедиционный багажник вот такой вот здоровенный багажник на всю крышу с сетчатым сетчатой нижней частью он должен смотреться очень зрелищно вот если мы посмотрим на модель уаза да то действительно багажник занимает абсолютно всю площадь крыши ну здесь так и задумано он действительно такой большой так что остается только его нагрузить чем-то я думаю одна из таких моделей буханки у меня будет затюнингована под самые не балуйся для покорения тяжелого бездорожья единственный нюанс я уже показывал вам как и сказал бампера от горький моделс если не видели то обязательно посмотрите обзор этой посылочки и вот теперь у меня вопрос те бампера которые здесь фототравление это же по сути замена так что придется выбрать либо те либо эти и тогда уже лишние бампера пойдут для какого-нибудь другого проекта но здесь что еще добавить травление на первый взгляд отличная богатая так что когда идут руки будем тюнинговать следующая в посылочки транскит жужа причем это не просто жуж а запорожец пикап довольно интересная забавная конструкция и такие действительно существовали поначалу такие пикапы использовались в качестве внутри заводского грузовичка но довольно скоро распространились в народ и на базе вот этой модели уже выпускались такие пикапы серийно они использовались в основном в коммунальных хозяйствах конечно здесь нет никакого откидывающегося борта и погрузка но достаточно затруднительная тем не менее такие машины работали люди на них работали и это часть истории запорожского автомобилестроительного завода я поначалу хотел распилить одну из моделей запорожца которые у меня есть но потом увидел этот транскит и решил все-таки взять его хотя по большому счету если решиться на перепил то не такая уж это и сложная и большая затея здесь кузовок простой и дополнительных каких-то сложных элементов практически нет как я уже и говорил в одном из предыдущих роликов я хочу сделать отдельный обзор всех транскитов в нем мы сравним транскиты с донорами посмотрим на пропорции посмотрим на габариты и проведем уже более подробный обзор этих изделий также отмечу какие-то плюсы и минусы а если вам такое видео интересно то напишите в комментарии я постараюсь записать его как можно скорее на этом же обзор по ссылке я заканчиваю ставьте лайки если ролик был вам интересен и подпишитесь на канал если вы здесь впервые я благодарю вас за внимание всем пока и до встречи в следующих видео